В своей идее, что раньше было сложно создавать продукты, это 10 на 2. Это просто шаг, конечно, то, что можно создать. Вот последние 5 лет нет проблем с созданием любого продукта. Появилась проблема, зачем создавать любого продукта. И она очень актуальна, эта проблема. Люди создают и не задумываются, зачем. Технология кастом-родоводов, он отвечает, зачем. Но у них есть один нюанс. Она говорит, что вы можете заткнуть любой рынок, если у вас хватит сил на это. А филы, цикл, который необходимо делать, это предлагать рынку новых продуктов, измерять востребованность продукта, придумывать новую идею, или совершенствовать продукты, или разворачивать продукты в совершенно другом направлении. И получается, что у них не много таких разворотов для успеха. Минимумно, достаточно, и все эти механические, около 50. То есть получается, что нет проблем создать продукт, нет проблем с продуктным тренок. Есть проблема сейчас в повсечерской команде. Мент и способ эффективных продаж. Давайте сегодня поговорим о небольшом, но самом важном этапе холодного звонка. Это дожим сделки. Менеджеры по продажам, которые часто совершают холодные звонки, и именно этим способом привлекают новых клиентов, знают, что самое обидное и неприятное, когда клиент срывается на самом последнем этапе. Соответственно, давайте рассмотрим, что же это за эффект, и какие основные ошибки можно допустить, а какие основные моменты являются самыми важными, чтобы сделка таки свершила. По воронке продаж, в случае, если мы с вами работаем на рынке B2B, заключение договора является финальной стадией, после него уже идет только оплата счета. В розничных продажах, момент, когда клиент говорит «да» и идет к кассе для того, чтобы внести деньги. Является финальной точкой. Именно здесь, в голове у самого покупателя, происходит самое большое количество казусных мыслей. В последний момент возникает страх. Исходя из этого, самым первым и ключевым моментом является то, что менеджер по продажам уже должен сменить свою роль. В данном случае, в момент заключения сделки, менеджер по продажам становится другом, партнером. Он должен идти примерно на один шаг впереди в своей голове, чем идет его клиент. Таким образом, вы будете снимать те опасения, которые есть в голове у вашего партнера. Вашей уверенности должно хватить на двоих. Соответственно, на последнем этапе максимально действуйте в эмоциональном плане. Вы должны дать уверенность человеку в том, что все будет хорошо. Так как именно это может развеять страх. Аргументы уже были пройдены несколько тысяч раз. И если вы вернетесь снова к аргументации «почему?», то вы можете затянуть процесс сделки и самостоятельно его сорвать. Не нужно убеждать человека в том, в чем он уже убежден. На последнем этапе нужно только дать ему достаточный толчок, чтобы он дошел до финишной линии. Вторым элементом является то, что необходимо учитывать. Наличие сделки в третьих лицах. Зачастую провели сдух, что он и клиент находятся на месте. Да. Привет. Приятный день. Привет. М-м-м. Токсины валом не были. Валом. Она их не носит. Не надо делать. Ну, а ты сколько покупала? Ну, и все. Нет, 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 не надо. Пусть снашивает то, что есть. А мужской там нет. А то у меня туфель нет, получается. Ау. Это я слышал. Я понял. Хорошо. Ааа, молодец. Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...